Международный день Белой Трости отмечается 15 октября. Белая Трость – это символ людей, которые лишены способности видеть окружающий мир, и вместе с тем это их главный инструмент ориентирования в пространстве. Людей с Белой Тростью можно увидеть и в Череповце. И эти люди, хоть и не видят мир вокруг, но стараются брать от него все лучше и жить полной жизнью. Подтверждение этих слов череповчанки Ульяна Михайлова и Екатерина Востокова. Они и сами называют себя девушками с безграничными возможностями. Когда человек хочет жить, и хочет жить интересно и активно, и получать удовольствие от жизни, он, как в нашем городе это приходится делать, сам организовывает себе какие-то мероприятия, после которых все у нас хорошо случается. С Ульяной мы были знакомы еще по зрению, но так как разбежались, потом, я не вижу, наверное, ну полностью года 3-4. Вот на этой неприятной ноте, но вновь нашлись контактами с ней, и как-то вот сошлись характерами, интересами, дружбой вот в этом во всем направлении. Не сижу дома, не плачу, не ограничиваюсь. У нас есть теперь такой проект, да, «Танцев слепую». То есть мы его организовали, придумали, и, в общем-то, вот он получился, и вот мы танцуем. Во-первых, нам словесно Олег объясняет очень подробно, буквально ногу на 90 градусов, вторую ногу тоже там на 90, там, потом поворот, потом опять, в общем, ну, то есть он вот в деталях это рассказывает. А мало того, мы еще это все щупаем. То есть мы во всех местах щупаем нашего препода, и не только, кстати, препода, в общем-то, потому что иногда не очень понятно, да, вот вроде как техника понятна, а как двигаться все-таки мы не видим. И, например, он показывает, мы его щупаем на талию, как попой надо шевелить в ту сторону, в ту, в ту. То есть вот мы таким образом выясняем, как чего. Это да. Или так же руками, так же хоть чем. То есть вот даже шаги, когда мы изучаем, мы буквально щупаем, вот как... Как ставить ногу. Да, как куда и насколько далеко, близко и так далее. То есть это действительно вот такое у нас тактильное производство танца получается. Полтора года назад девчонки мне позвонили, сказали, мы хотим заниматься социальными танцами. Я говорю, ну давайте. Но занимаемся, конечно, так, плотненько очень. Мне нравятся, девчонки интересные. И что такое социальные танцы? Это психология взаимоотношений. Когда идут сольные танцы или постановочные, балет, да, вот эти вот. Не буду ругать, да, но вот все эти вот танцы на телевидении, да, это постановка. Там душа, она так глубоко закопана, что не факт, что найти. Здесь же самое важное, что человек танцует изнутри. Как он относится к жизни, как он относится к себе, как он относится к миру. Это все видно. И здесь же пословица движения – это жизнь. Как мы двигаемся, так мы живем. Вот они двигаются так, как некоторые здоровые, мега здоровые, более чем здоровые, обеспеченные люди двигаться, ну, просто не в состоянии. Вот у них я этому учусь. Мне с ними работать очень интересно. Любой хороший танцор, непрофессиональный, именно вот может быть любитель, да, вот. Вот, если он горит, он может зажигать. А если он не горит, он гниет, все, это неинтересно. Вот, а с ними они нормально, они так горят, что и там таким зрячим поучиться. Проект «Танцы вслепую». Всем рекомендую, больным, здоровым, молодым, там, до 70, до 82 лет, у меня ролики есть, там, итальянцы зажигают, возрастных ограничений нету. Движение – это жизнь. Живешь – двигаешься. У нас есть клуб, ну, в общем-то, у нас и вот этот проект вышел оттуда. То есть у нас сначала организовался клуб, клуб «Территория солнца», клуб людей с безграничными возможностями. Нас всегда почему-то очень любят, вот, люди с ограниченными возможностями. Нет, вообще-то ограниченные возможности не у нас. Потому что, например, если у вас свет отключат, у кого будут возможности ограничены? Ага, мы так не считаем себя, да, что у нас что-то там ограничено. Вот, и мы, в общем-то, так живем. У нас есть вот наш клуб, в котором мы занимаемся очень много разными интересными и полезными делами, такими, как проводим тренинги для людей, для школьников, студентов, и теперь уже для бизнес-структур нашего города. То есть мы рассказываем о том, как помочь людям, то есть вообще людям с инвалидностью, как помочь. То есть как с ними общаться, как что с ними взаимодействовать, потому что, к сожалению, у нас не развита вот эта культура общения людей. А также у нас есть очень много еще творческих направлений, таких как, например, плетение из бисера, которые преподают нам наши же ребята, которые, в общем-то, у которых есть инвалидность. Также есть у нас рисование, вязание, да, восточные танцы. У нас абсолютно разные направления, то есть что нам интересно, туда мы обращаемся и, в общем-то, этим занимаемся. Там мы людям рассказываем, что мы вообще-то такие же люди, как все. Ведь бывают лысые, толстые, ну, бывают вот слепые. И примерно это то же самое, как мне кажется. Музыка. 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 Музыка.